всем привет друзья с вами герман пермяков вы смотрите канал redline tv и сегодня первый вот так сказать ну наш подкаст который я уже записывал в общем-то вживую потому что то мы выпускали на автомате для вашего таскать развития для нашего развития вот а сейчас просто ну видите как бы у меня уже брендированный такой мой небольшой уголок офис да и бриллиант майнерс естественно разговор пойдет о бриллиант майнерс сегодня просто говорим об интересной вещи тоже такая обучалка как добывает алмазы и какой процесс проходит алмазы с момента добычи ну и до ювелира до чтобы ювелир приступил к своей работе поэтому я перевел небольшой ролик вот я думаю что этот ролик вам не поможет ну как бы будет полезным ну что я перевел свой с английского поэтому смотрите ну и делать выводы оказался полезным вам или нет поехали как добывается бриллианты мировой процесс добычи бриллиантов идет через алмазы и начинается большого взрыва на алмазных шахтах отбирается тысячи тонн породы чтобы найти именно алмазы который располагается в девяносто трех милях под уровнем под поверхностью земли нам приходится копать очень глубоко и взрывать очень много чтобы достичь поверхности алмазоносных слоев вулканическая активность двигает алмазы через пласты земли и отбирается около двух с половиной миллиардов обрабатывается порода возрастом до двух с половиной миллиардов лет чтобы достичь именно вулканических залежей которые называются киберлитовые трубы где залегают как раз бриллианты или алмазы не обработанные вернее это уже обработаны данном случае добывается именно алмазы киберлитовая труба это просто круглая труба где течет лава после миллиона миллионы лет чтобы сформировать эти алмазоносные слои и обычно бурят отверстия именно через старую вулканическую породу это вулканическая руда гружается на гигантские грузовики грузоподъемностью 240 тонн и кратеры вырываются по спиральной технологии затем эта порода отгружается и везется на предприятие таком грузовике может быть может содержаться до 700 каратов круглых уже ограненных бриллиантов эти скалы они очень ценные но очень сложно в них находить именно алмазы когда руда достигает доезжая до предприятия то ее нужно разделить на маленькие части на маленькие кусочки ширина таких кусочков около дюйма чтобы достичь такого диаметра руда проходит через несколько дробилок которые уменьшают диаметр породы диаметр алмазоносной породы они также построены так что они не разрушают внутренности внутреннее содержание то есть там где содержатся сами алмазы потом эта смесь превращается в микс бесценных драгоценных камней и абсолютно ненужных никому камней данный лот отправляется на одному из самых на одну из самых укрепленных комплексов в северной америке самых защищенных потому что бриллианты в общем-то очень легко украсть они очень маленькие светлые и много желающих это сделать на и такой фабрике содержится до 136 миллионов долларов одновременно и этот эту сумму можно легко уместить в кармане такая находка эквивалентна стоимости трех с половиной тонн золота следующий этап это удаление остатков породы и и робот перегружает вот такие грубые не ограненные алмазы в специальную горячую химическую печь когда процедура закончена мы видим такие уже не ограненные бриллианты которые в общем то должен уже должны должны быть переданы в работу ювелиру коллеги ну все-таки надеюсь что ролик оказался вам полезным сегодня я видите за весь забрендирован да по как были от манерс потому что а буквально вчера мы были на корпоративе ну как бы корпоратив получается на теплоходе в киеве в украине да и как бы я попал на мероприятие были от манерс и более подобный отчет я думаю мы будем выкладывать ближайшие дни поэтому не переключайтесь следите за рекламой следите за нашими обновлениями ну и до новых встреч до новых видео кстати не те кто сегодня играет с нами в квест и не только сегодня вообще 2424 это сегодняшний пароль пишите получать азов коины ну и как всегда услышимся и увидимся в подкастах пока азов корейльтроп азов 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 Субтитры создавал DimaTorzok